После ликвидации угольной отрасли Анжиро-Суджинска город оказался в крайне сложной ситуации. Было необходимо определять дальнейшую стратегию социально-экономического развития территории. При этом одну из ведущих ролей власти города отвели к становлению и развитию малого предпринимательства, создав максимально комфортные условия для желающих начать свое дело. Результат не заставил себя долго ждать. У нас в городе ведут свою деятельность около двух тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И в основном это люди с активной жизненной позицией, которым не безразлична судьба нашего города. Поэтому они всевозможно помогают, в том числе и благоустройством, и новогодним оформлением нашему городу. И в свою очередь мы, как администрация, как управление промышленностью, предпринимательство, Центр поддержки предпринимательства оказываем всевозможную поддержку нашим предпринимателям, обратившимся вплоть до информационной, финансовой и каких-то устранений административных барьеров, оформления бизнеса. В городе создана мощная система поддержки бизнеса, в том числе для тех, кто только начинает свое дело. Это Центр поддержки предпринимательства, Фонд поддержки предпринимательства, Городское отделение опоры России, Совет предпринимателей при главе городского округа. У нас очень сильный состав Совета предпринимателей. То есть вся инициатива, конечно же, идет от Совета предпринимателей. И я считаю, что у нас успех есть в городе, потому что у нас есть взаимопонимание, конечно же, с главой нашего городского округа, с Владимиром Николаевичем Черновым. Настолько он активный, он поддерживает любые инициативы, какие бы они родились у наших предпринимателей. Он готов поддержать, он готов идти вместе с ними. В нашем городском округе предприниматели, я не знаю, не проходят ни одно мероприятие, ни одна благотворительная акция, где бы не приняли участие наши предприниматели. При взаимном понимании, при вот такой колоссальной поддержке, все у нас получится. При всем многообразии направлений в Анжиро-Суджинске приоритет отдается социально ориентированному и производственному малому бизнесу. Они призваны решать две основные задачи. Создавать для жителей благоприятную, комфортную городскую среду и наполнять местный, а в перспективе и региональный рынок, продукцией собственного производства. Проводя анализ развития направлений предпринимательской деятельности в городе, хочется сказать, что за три года оказания активной финансовой поддержки финансовую помощь получили свыше 150 субъектов малого и среднего предпринимательства. Отрадно то, что развиваются новые виды услуг, организации досуга населения. Это открытие детских центров, открывается новый тренажерный зал спортивного направления. А также активно благоустраиваются озера нашего города, что дают возможность организовать летний и зимний досуг для наших горожан. В сентябре 2015 года в Анжиро-Суджинске состоялся сибирский деловой форум с вручением национальной премии «Бизнес-успех». Площадка для проведения этого мероприятия была выбрана не случайно. Анжиро-Суджинск к этому времени уже был отмечен предпринимательской победой премии «Бизнес-успех». В 2014 году Дмитрий Николаев, пасека Николаевых, бренд «Анжирский мед», выиграл в финале федерального этапа премии, чем выделил свой родной город из множества других. Нашего предпринимателя готовил весь город. Это собирали совет предпринимателей, разрабатывали какие же там будут баночки. Мы знаем, что Дмитрий Николаев занимается медом. То есть, вы знаете, вот буквально от «А» до «Я» во всех моментах, во всех новых начинаниях, конечно, это поддержка нашего главы. Больше 30 муниципальных образований, представлявших различные регионы Сибири, боролись за награды в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата». Несмотря на серьезную конкуренцию, в итоге Анжиро-Суджинский городской округ был признан победителем. Вот эта награда, это награда нашего бизнеса, малого бизнеса в первую очередь. И, конечно же, всех наших горожан, которые во всех наших начинаниях нас поддерживают. Я знаю, у города будущее есть, у Кузбасса есть. И, конечно же, наша Россия будет процветать, дорогие друзья, благодаря вам, именно вам, представителям малого бизнеса. Удачи всем! АПЛОДИСМЕНТЫ